Мы не находим слов. Так начинается замечательный роман Петера Эстерхази, производственный роман. И эта фраза кажется мне символичной, потому что именно со словами у нас в первую очередь начинаются проблемы, когда мы говорим о венгерской литературе. Венгерская литература После Второй мировой войны ее начали переводить, но тоже история эта непростая, потому что переводить начали то, что было идейно правильно, то, что было сюжетно правильно, где были правильные злодеи, было очень много детективов, каких-то таких социальных книжек. А по-настоящему разбираться с венгерской классикой и с такой хорошей, качественной литературой начали уже позже. Что такое Венгрия? Какая история стоит за этой страной? Венгерскую литературу очень сложно полноценно воспринимать, если не знаешь, что происходило с Венгрией на протяжении XX века. А для этой страны, ну, конечно, как для всех стран, этот век оказался непростым. Кроме того, как в любой литературе, как в любой культуре, есть какие-то свои коды, которые мы или считываем, или не считываем. Скажем, японские коды мы научились уже считывать в какой-то мере. Поэтому Венгрия и венгерская литература, мне кажется, это в каком-то смысле пространство, которое мы должны для себя открыть. И для этого, наверное, есть смысл почитать. То есть оно еще не открыто для нас. В нашем путеводителе представлено почти четыре десятка авторов, которые, по моему мнению, скромному, представляют собой как раз картину венгерской литературы XX века. Хотя, конечно, в него не попали очень многие писатели и поэты, но с чего-то надо начинать знакомство. Поэтому, конечно, мы включили те книги тех авторов, которые совершенно точно знакомы российскому читателю, причем читателю разных возрастов. Это «Мальчишки с улицы Пау» Мойнера и «Пятая печать». Этот, кстати, роман хорошо известен не только как книга, но и даже скорее как фильм. Это и Синдбад, Хусарик, абсолютно культовая картина среди российских синефилов в том числе. И это совсем свежие книги, такие как «Сатанинская танго», «Ласла Краснохорка» или «Подушка Едвиги», «Пала Завады». Но свежие в том смысле, что они не так давно появились на русском языке. На самом деле венгерский читатель с ними познакомился раньше. Я хочу прочитать сейчас одно стихотворение. Это первое стихотворение, одно из первых стихотворений, которые я выучила на венгерском языке. Название у него немножко кровожадное, но на самом деле оно очень трогательное, мне кажется, и романтическое. Называется оно «Отдай мне свои глаза». Но речь в нем идет о том, что поэт просит любимую отдать ему свои глаза, чтобы он мог взглянуть на себя ее глазами, глазами полными любви. «Отдай мне свои глаза», чтобы он мог бы попался. «Отдай мне свои глаза» «Отдай мне свои глаза» «Отдай мне свои глаза» Продолжение следует...